Давайте поработаем с тазобедренными суставами. Опора на коленях. Левое колено через правое колено. Ноги скрещиваем и оттягиваем таз к стопам. И возвращаем. Чувствуете, как работают тазобедренные суставы? Растягиваем мышцы бедер. Движения очень плавные и мягкие. Можете работать в ритме дыхания. Вдох и на выдохе таз оттягиваем назад. Со вдохом возвращаемся. При этом спина свободная, ровная и плечи не зажимают шею. И теперь пробуем опустить таз на пол. Старайтесь, чтобы седалищные косточки равномерно упирались в пол. Чтобы не было перекоса на одну сторону. А другая была приподнята. Если есть такой момент, тогда приподнимите таз. Возьмите любую опору. Книгу, блок, подушку. И приподнимите таз. Зафиксировали таз. Спина ровная, плечи не зажимают шею. И макушку тянем максимально вверх. Вытягиваем позвоночник вверх. Теперь руками сделайте удобный захват за ноги или за стопы. И со вдохом взгляд устремляйте вверх. Грудь также устремляется вверх. Живот расправляется. И с выдохом делаем свой наклон. Если получается, опустите лоб или подбородок на колено. Если не достаете неглубокий наклон, либо дискомфорт, тогда поставьте правую стопу через левое колено. То есть правое колено смотрит вверх. И делайте захват за колено. И с помощью дыхания старайтесь в этом положении расслабить напряженные участки в теле. Если получается, сделайте наклон к скрещенным ногам. Опустите лоб или подбородок на колено, если достаете. Если нет, тогда голова просто свисает. При этом плечи оттягиваем от себя, шея свободно. В этом положении старайтесь задержаться дольше. Так как это займет больше времени для того, чтобы вам в этом положении расслабить напряженные участки в теле. Помогайте себе дыханием. С каждым выдохом максимальное расслабление. Если вам дискомфортно руки держать в таком положении, тогда поставьте руки перед собой. При этом следите, чтобы плечи не зажимали шею. Можете вывести их перед собой чуть дальше. Либо совсем вытянуть руки вперед. Либо, если у вас совсем неглубокий наклон, упор на руки. Но при этом все время грудную клетку тянем вперед, чтобы живот был расправлен. И оставайтесь в этом положении до полного расслабления напряженного участка в теле. И затем поменяйте ноги. И то же самое повторите на другую ногу. Делая эти упражнения, вы приучите свое тело удерживать позу, сидя со скрещенными ногами дольше, чтобы работать уже с асаной, гамокхасана, поза коровы. Когда можете сидеть спокойно со скрещенными ногами и прямой спиной, и работать еще руками с плечевым суставом и раскрывать грудную клетку. Чтобы было удобнее ногам, вы можете положить плед, либо что-то мягкое и работать на мягкой поверхности. В тех случаях, если у вас таз упирается в пол, и нет необходимости, как вы считаете, в блоке приподнимать таз, но спина напряжена, все равно используйте блок, либо подушку. Приподнимите слегка таз. Спина должна быть расслаблена, чтобы у вас была больше работа изнутри, чтобы ноги привыкли сидеть, удерживать эту позу дольше. И при регулярной практике постепенно, когда тело уже будет комфортно находиться в этом положении, вы можете постепенно опускать таз ниже. И уже когда будете сидеть спокойно, без напряжения, со скрещенными ногами и таз на полу, тогда можно уже подключить работу рук. На примерах я вам показываю сначала более сложный вариант, так как вы должны попробовать посложнее. Если у вас не получается, вы тогда делаете шаг или два назад. Мы не знаем, как у нас тело иногда работает в той или иной позе, не попробовав. Поэтому пробуйте сначала чуть-чуть сложнее, не бойтесь. И не получается, тогда делаем более легкий вариант. Если и это не получается, еще самый легкий вариант выбираем. И в статичных позах постарайтесь максимально контролировать, чтобы мышцы лица и живота были расслаблены. Особенно расслабляйте нижнюю челюсть, язык и область между бровями. Как только напрягаются эти мышцы, напрягается сразу все тело. И получается, работа идет неэффективная. А главное в йоге это снятие напряжения и работать через расслабление, а не через напряжение. И чтобы научиться делать какую-либо позу, обязательно перед этим выполняйте разминку или суставную гимнастику, а еще лучше комплекс упражнений, поз или асан. А еще лучше записывайтесь на мои онлайн йога классы, которые я провожу в скайпе, в ватсапе, в зуме, где хотите. Продолжение следует...